МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфиры Амурского областного телевидения продолжают выпуск новостей. В студии вас приветствует Оксана Холодова. Здравствуйте. Вначале основные темы. Выборы 2021. Политические партии уже определились с программами, которые представят избирателям. Гагарин-арена на территории АМГУ в Благовещенске построят ледовый дворец. Новая жизнь. В областном центре идет масштабная реконструкция исторического здания БГПУ. На финишной прямой в Преамурье завершается уборка ячменя и пшеницы. Космодром Восточный посетит президент Владимир Путин. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Поездка главы государства на Дальний Восток начнется с участием в пленарном заседании Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 3 сентября. После этого президент посетит космодром, где ведется строительство объектов второй очереди. Кстати, Владимир Путин уже был на Восточном в сентябре 2019 года. Там он провел совещание со строителями и руководителями космической отрасли. В Преамурье продолжается агитационная кампания по выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательное собрание области. Все политические партии определились с программами, которые представят избирателям. Юрий Камышный сейчас расскажет, какие проблемы намерены решить участники политической гонки. Программу «Единой России» определили на съезде, который прошел в Благовещенске, в создании предвыборной концепции, которую назвали «народной». Приняли участие миллионы россиян по всей стране. Только от Амурской области поступило более 15 тысяч различных предложений. Среди них необходимость развития сел и отдаленных территорий региона. Конечно же, уделено особое внимание развитию сельских территорий. И непосредственно у них это здравоохранение, образование, наши систематические проблемы, дороги. Еще одна важная проблема, которую намерена решать партия, это жилищный вопрос. В частности, «Единороссы» предлагают снизить ставки по ипотеке и ликвидировать ветхое аварийное жилье. Идею уже поддержал президент страны Владимир Путин. Благодаря инициативе «Единой России» в этом году дополнительно было увеличено финансирование на расселение из ветхого фонда на 50 миллиардов рублей. Что касается новой программы, то в нее планируется внести те объекты, которые признаны аварийными уже с начала 2021 года. Программа КПРФ в этом году построена на национализации крупных промышленных объектов и отмены пенсионной реформы, которая прошла в России в 2018 году. Мы считаем, надо возвращать советское наследие пенсионное, чтобы никаких пенсионных фондов, никаких этих страховых мошеннических схем, никаких этих вот накопительных, надо возвращать пенсии с бюджета и минимум 25 тысяч минимальная пенсия должна быть. Это основная социальная повестка. С точки зрения экономической мы всегда говорим, что мы выступаем за огосударствление ключевых отраслей народного хозяйства. Региональное отделение политической партии пенсионеров за социальную справедливость сделает ставку на законы, направленные на улучшение жизни пенсионеров, отмены единого государственного экзамена и принятие нового социального кодекса. У нас сегодня есть семейный кодекс, земельный, различный, а социального нет. То есть Конституция определила, что у нас социальное государство, но не определила, каким образом все это решение будет. И те нормы, которые могли бы войти в социальный кодекс, они могли бы все это узаконить, взаимоотношения старшего поколения, органов власти и общества как такового. Программа «Либерал-демократов» была утверждена на съезде, который прошел еще 25 июня и называется «Сто пунктов». Партия предлагает большой соцпакет по поддержке молодежи, здравоохранения, демографии, а также поэтапного повышения заработных плат населения. И это будет актуально. Не просто 10 тысяч один раз в 5 лет выдать, понимаете, а поднять, увеличить. Тогда мы откажемся от этих вертолетных денег. Они не нужны будут. Мы поддержим экономику. Вот эти деньги, которые сейчас выдали, они нарушат экономический баланс. Они на самом деле приведут к инфляции. А вот если мы будем стабильно заниматься поддержкой населения страны, не только отдельно взятых каких-то категорий, а в целом, понимаете, у нас пойдут эти деньги в экономику. У нас начнется развитие. Давайте мы перекроем кислород строительству за границей заводов. Давайте у себя строить. Законность, социальная справедливость и порядок под таким лозунгом идут на эти выборы коммунисты России. Стратегическая цель их программы – построение коммунистического общества. Мы считаем, что нужно определить приоритеты собственности. То есть частное, общественное, государственное и так далее. Второе. Надо внести серьезные поправки в гражданский кодекс, где тоже речь идет о собственности. Третье. Это срочно нужно переделывать трудовой кодекс, в котором не до конца определены социальные гарантии наших граждан. Большую агитационную программу ведут и партия «Справедливая Россия» и «Новые люди». В их программах представлены социальные и экономические блоки. Напомним, единый день голосования пройдет 19 сентября. Отдать свой голос можно будет на три дня раньше. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Гагарин-арена. В Благовещенске построят крытый каток. Его возведут на территории Амурского государственного университета. Строительство объекта планируется начать уже в этом году за счет средств регионального бюджета. На месте будущей стройки прошло выездное совещание. Репортаж Анастасии Слесаревой. Будущий ледовый дворец разместится на территории Амгу по соседству с бассейном и главным корпусом. Крытый каток станет одним из самых крупных объектов университета. В полтора раза больше, чем бассейн. Размеры объекта 56 на 26 метров. Заниматься здесь, кроме студентов и ребят из детско-юношеско-спортивной школы, смогут все желающие. Для них будет организовано свободное катание. Между тем, посещать площадку смогут амурчане разных возрастов. Задача нового ледового объекта – это разгрузить. Это дополнительно организовать секционную работу. Я думаю, что для учебного заведения Амгу это будет перспектива создания команды, которые будут отстаивать честь высшего учебного заведения. Ну и, конечно, это большой микрорайон, в котором много жителей, которые также, я думаю, будут учиться кататься на коньках. Тем более, что каток будет подразумевать не только занятиями хоккеем, но и свободное катание на коньках. Арена будет включать в себя хоккейную площадку, 4 раздевалки, комплекс душевых и подсобных помещений, а также трибуну на 300 мест для зрителей. Между тем, назвать ледовый дворец именем первого космонавта решили не случайно. Знаем, что Юрий Алексеевич Гагарин очень любил играть в хоккей с шайбой и был капитаном команды «Наши». Такой условный девиз спортивного сооружения будет тоже «Поехали». И, безусловно, мы создадим студенческую команду хоккейную, хотим ее назвать «Амурские ракеты». И в структуре университета есть еще лицей, это школьники практически, есть колледж. То есть, мы надеемся, что у нас несколько команд будет детских, чуть постарше юношеских и такая уже студенческая команда. На масштабное строительство спортивного объекта выделено больше 280 миллионов рублей из регионального бюджета. Проектно-сметная документация уже готова. В скором времени ее направят на государственную экспертизу. Следующим шагом будет поиск подрядчика. Завершить строительство ледовой арены планируется в 2022 году. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Благовещенске планируют создать военно-патриотический центр «Авангард». Он будет расположен в маховой паде на территории бывшего танкового училища. Проект реализует правительство Амурской области. Подробнее наш корреспондент. Перспективы у центра «Авангард» большие. В будущем он сможет стать межрегиональной площадкой для проведения мероприятий международного уровня. Для этого уже сейчас идет взаимодействие с федеральным центром. Здесь ребята будут проходить как военно-полевые сборы, военно-учебные сборы. Так можно будет проводить любые встречи молодежи, которые занимаются спортом, военно-патриотической направленности. Дело в том, что здесь само по себе место очень хорошее. Во-первых, экологически чистое, красивое. Во-вторых, здесь есть уже площадки, такие как бывший плац, бывшие спортивные сооружения. Василий Орлов дал поручение, чтобы дети имели возможность заниматься в центре с 1 сентября 2022 года. Было отмечено, все работы здесь будут производиться в три этапа. К 1 сентября 2022 года что здесь увидите? К 1 сентября 2022 года у нас будут плоскостные сооружения, плац, тактическое поле, ограждение и туалет. Что с этими зданиями старыми? Они подлежат демонтажу. Вы сможете обеспечить безопасность здесь детей на период демонтажных строительных работ? Совершенно верно. Мы в ПОСе предусматриваем ограждение спортивных сооружений, чтобы техника работала при строительстве третьего этапа отдельно, независимо от эксплуатации плоскостных. Танковое училище в Прямуре было создано в 1941 году. В Маховой паде оно существовало с 1958 по 1999 годы, после чего было расформировано. Всего его окончили больше 25 тысяч человек. Многие выпускники стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Сама материальная база была богата. Учебные корпуса были в идеальном состоянии, казармы были в хорошем состоянии. Но то, что сейчас будет строиться парк «Авангард», это для нас, всех офицеров, радость и, будем говорить, бальзамность сердца. Территория охраняется, охрана состоит из ветеранов танкового училища. Сегодня память о танковом училище, говорят бывшие сотрудники, хранят только его выпускники. Все, однако, здесь уверены, что в скором времени о былых заслугах заговорит и новое поколение учеников. Это движение юнормейцев. В Прямуре их насчитывается 13 тысяч человек. Ольга Сысой, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Около 200 миллионов рублей в этом году направят на реставрацию памятников архитектуры Благовещенска. Один из масштабных объектов, работы на котором ведут за счет бюджета области, историческое здание Благовещенского государственного педагогического университета. В учебном заведении планируют отремонтировать крышу, фасад и заменить старые окна на новые. Стоимость работ более 50 миллионов рублей. Подрядчики уже вернули первоначальный облик части здания, которая выходит на улицу Шамановского. Сейчас идет работа на других фасадах объекта. Также в университете заменят водостоки и двери. Цоколь вуза решили очистить от старой штукатурки и открыть исторический слой из бутового камня. Герб СССР, который украшает здание вуза, оставят. Там флаги только 11 республик, то есть еще без Прибалтики, без Молдавии. Он будет отремонтирован. Исторические двери на главном фасаде сохранены. Те мемориальные доски, которые на фасадах находились, будут возвращены на место. Выполняется архитектурно-худочная подсветка. Я думаю, что уже в первых числах сентября, в первой декаде мы ее протестируем. Идут работы и на здание Амурского педагогического колледжа. Ему также вернут исторический облик, а в ночное время он будет подсвечиваться. Кроме того, уже решен вопрос о судьбе сгоревшего в этом году здания кардиоцентра. На сегодняшний момент выполнена временная крыша, то есть здание законсервировано, чтобы предотвратить попадание отсадков. И сейчас стоит задача разработка проекта реставрации и восстановления здания. С учетом того, что новый кардиохирургический центр планируется построить на территории Амурской областной больницы, данное здание будет использоваться в медицинской академии, как учебный корпус, симуляционный центр. То есть учить студентов проводить операции и так далее. Через три месяца завершится реконструкция Дома культуры железнодорожников в свободном. Объект готов на 70%. Восстанавливают ДК благодаря единой субсидии. Ремонт планируют закончить в ноябре. Анастасия Слесарева расскажет больше. Сейчас рабочие производят внутреннюю отделку помещений. На объекте заменили кровлю, смонтировали вентиляцию. Внутренние сети, межкомнатные двери и систему управления. Также специалисты произвели монтаж сценического оборудования. Это немаловажная часть этого объекта. На следующей неделе должны приехать специалисты, которые поставляли это оборудование, для проведения пусконаладочных работ. По второму этажу отделочные работы завершены. По первому этажу завершены процентов на 80-90. Для своевременного и оперативного устранения недосчетов за ходом ремонтных работ ведется видеонаблюдение. Вместе с тем, до начала реконструкции в Доме культуры железнодорожников занимались 12 творческих коллективов. Всего больше 400 человек. На время ремонта их распределили в местный Дом культуры имени Лозо, библиотеку и Дом детского творчества. Городу катастрофически не хватает культурных центров, там где не только можно посмотреть концерты, спектакли, но еще и будут работать кружки, будут работать тематические вечера, утренники и так далее. То есть это будет центр культурного притяжения жителей города. Между тем, реконструкции Дома культуры железнодорожников уделяется особое внимание и со стороны регионального правительства. В городе Свободном завершается реконструкция Дома культуры железнодорожников. Этот объект у нас достаточно проблемный, сложное здание, историческое здание и соответственно к нему отдельное внимание, отдельные требования к подрядной организации. На этот объект был направлен 200 миллионов рублей. В ноябре месяце мы этот объект сдадим. Я надеюсь, что он станет украшением культурной жизни города Свободного. В настоящее время в Преамурье продолжается капитальный ремонт на четырех объектах. Это Амурский областной театр кукол, а также дома культуры в селах Константиновка, Жарикова и Поляна. Анастасия Слесарева, Амурское областное телевидение. Амурские аграрии завершают уборку ранних зерновых. В этом году культурами засели более 180 тысяч гектаров. При этом в регионе идет активное применение агротехнологии севооборота и использования элитных семян. Какую помощь получат сельхозпроизводители области, знает Ольга Сысои. За последние несколько лет Амурские аграрии стали активно применять в севообороте элитные семена. В ведении сельхозпредприятия Нино Михайленко более 13 тысяч гектаров земли, на которой выращивается соя, ранее зерновые культуры и многолетние травы. Кроме того, рассказывает женщина, их организация занимается заготовкой и реализацией сена для населения. А в последнее время в хозяйстве сделали упор еще и на семеноводство. Основа для будущего урожая раскупается не только в Примуре. Ею также заинтересовались сельхозпроизводители из Приморья, Сахалина и даже Алтая. На предприятии имеется пять разновидностей сои. Это ранние, средние и поздние сорта. В этом году предприятие засеяло более 5000 гектаров царицы полей и еще 2000 зерновых. Перевлажнение очень большое, но план, который мы планировали, мы его посеяли, а можно сказать, в сроки посеяли, как положено. Поэтому на сегодняшний день пшеница 25-27 до 30 сантиметров с гектарой. Как отметил замминистра сельского хозяйства Примурья Сергей Адаменко, в области около 16% площадей зерновых засеяно элитными семенами. Это дает эффект части увеличения валового объема собранного урожая и, как следствие, влечет за собой укрепление материального состояния хозяйств. Между тем, ежегодно в поддержку аграриям, использующим зерно высшего качества, а таких в регионе насчитывается 22, из казной области выделяется около 100 миллионов рублей. В 2021-м на получение такой помощи заявилось 135 хозяйств. 22 хозяйства, они понимают, что есть спрос, и, соответственно, в этом управлении работают, производят семена сои, производят семена зерновых. Ну и в целом, мы понимаем, что важно, несмотря на то, что главная культура наша фирменная – это соя, хорошие сои, и много сои не вырастешь, если не будет все аспекты технологии выдерживаться, в том числе и это севооборот. Помимо этого, в регионе действуют меры поддержки аграриев за прирост пассивных площадей и реализацию зерновых. На эти цели в бюджетах разных уровней заложено 80 миллионов рублей. Ольга Сысой, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. И на этом моя работа в студии завершена. Всего хорошего. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова